доброе доброе утречка ребята ну как всегда у нас утро сегодня началось не с позитива а тоже сирены которая уже который час не заканчивается тревожно но сегодня как-то я не знаю более менее поспокойнее что ли наверное я вчера все нервы уже использовала и сегодня у меня уже нечего использовать поэтому я сегодня просто знаете как зомби такая стала пошла сделала пришла сейчас вот гуляю с собаками заведу их наверное пойду схожу в магазин или может с ними сходить в магазин хочу купить яйца потому что мне нечем кормить детей сегодня может быть колбаски какой-то если там есть в общем в любом случае нужно что-то чтобы позавтракать потому что я-то позавтракала овсянка и кофе а дети такое не едят и русичка пошли сейчас посмотрим что есть яйца по 100 рублей колбаса по 300 шанти ко мне шанти ко мне шанти ко мне ну куда ты идешь на дорогу без меня я не понимаю вроде взрослая в то же время делаешь глупости ладно идемте сходим магазин заведу сейчас нет собаками наверно схожу короче чё буду туда-сюда ходить зайду с ними если конечно магазин работает на сегодня обещают снова свет отключить не знаю насколько его отключат не знаю когда но я проснула с самого утра потому что писали что вроде бы в нашем районе свет будет отключать с 8 до 12 и потом с 8 вечера до 12 ночи еще пока не отключали поэтому не знаю сегодня будут или не будут терра а вы все тут идемте в магазин поэтому я самого утра встала быстро себя привела в порядок быстро подзаряжала телефон и быстро все сделала чтобы полностью быть готовым к тому что мы снова останемся без цвета рядышком идем по идее должен работать всем стоять всем рядом дети останутся голодными яиц нету колбаски нет надо будет идти в магазин а то надо будет идти после того как закончится тревога потому что магазины закрываются вот так вот вот так вот а яйца у нас все закончились ладненько переживут чайочек попьет с булочкой с какой-нибудь ты вспомнила что тебе нужно в туалет долго думала уже все поздно идем домой занимаешься не тем чем надо на прогулке а потом перед дверьми в квартиру вспоминает чего она выходила доброе утро накормила серого доброе утро жвачка редиска конфета не знаю мне нужно сейчас зашить кирину курточку она говорит что она ее порвала покажи пожалуйста где ты порвала курточку где я должна решить короче ясненько так что будем делать сейчас будет что-то делать или делать человек который страшненько не любит шить как вы знаете но ничего не поделаешь придется но сначала надо накормить этих животинок идем кушать пошли пошли кушать кушать опа а ты что тут делаешь просто так сидишь добби я сижу и жду пока ты поешь чтобы терра у тебя ничего не забрала давай иди кушай иди кушай я не буду тебя с руки кормить иди ешь другого ничего не дам сейчас у нас экономия не положу тебе туда мокрого корма я просто для тоби всегда иногда ложу мокрый корм и смешиваю с сухим чуть-чуть и вот он ждет чтобы я ему туда положила я ему говорю что сейчас экономия не будем ничего делать на держи держи давай вот так молодец только с руки тебя надо кормить да по-другому ты видеть или принц не кушаете а как же по-другому по-другому не получается молодец умничка но теперь давай еще одну ложечку за маму за папу за серёжу молодец видите как у меня собака кушает вот так вот как ребенок давай еще кушай кушай молодец ты просто молодец шанти ты тоже ешь там тихонечко тебя вообще никто не трогает от тебя все находятся на расстоянии африки кушай шанти ешь и ты не решили все меня достать сегодня кира со своей курточкой серёжа со своей кепочкой вот так вот можно вот так можно на ты смотри после не крепится вообще на потом позовете то есть ее нужно вот так вот вот так вот четко пришли и потом одену еще раз я должна теперь сегодня всем совершить если не маша спящая красавица не ну вы можете конечно там этот я однако удушу потом с неба упал кучей на машине я не хочу швейную машинку не хочу нет у меня ж было когда-то швейная большая швейная машина была у родиона когда-то он шил не 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 я не хочу шить вообще нет нет это не мое я не люблю шить и должны шить люди которые любят я не люблю я тут не знаю как эту курточку пришить с какой стороны и начать вот почему я не люблю шить смотри не только что позвонили сказали что идет какая-то доставка через две минуты что-то привезут что-то принесут что-то прям поднесут а серёга сегодня целый день будет сидеть вот в таком вот положении знаете почему потому что у него все вещи на балконе а кира сейчас не будет помогать помогать встречать доставку позже мой ребята знаете как вчера было плохо сегодня будет приятно гиро а к чу-то кровать не застелила свою дом кира я свою застелила ты чувствую что ты сказал рис вы кровать застили от и через вы не застелила конечно когда это ты и застелил когда писать ходил ну после того да 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 кира я хочу чтобы ты кровать застелила снег слазь пожалуйста оттуда Кира будет заниматься важным делом. Тетяну Машу на кровати я тоже застелил. Да, да, да. Да, да. Именно вот тетю Машу на кровати застелил. О! Чонти! Тихо! Тихо, все тихо. Знаете почему? Потому что я не знаю, что там. Доброго дня, Лебанчика. Да, все ваше. Дякую. Опачки. Дякую. Тихо, вкусняшка, снова пришли. Капец, мама. Тихо, вкусняшка, снова для вас. Это для кофе. А это вот то, что я просто напью. Обалдеть, сколько кофе. Да, я же тоже сразу удивилась. Сколько кофе, Кира, тебе чипсюшки. И что это? Это тоже апельсиновый, только от другой фермы. Да, нет, другая это апельсинка, а то, по-моему, гриффрукт. Гриффрукт, да. Класс! Анонимчик. Анонимчик, спасибо большое, класс! Сейчас посмотрим. Снег. Ну, як завжды. Дай. Значит, здесь у нас вкусняшечка для Кирюшечки. Вот такой вот сок. Клементина. Прингл. Косочка. Поделюсь, что только Принглс нужен. Поделишься? Ну, поделюсь, конечно. Поделюсь. Чистый Принглс. И это просто нереально. Я как раз думала за кофем идти. Ой, тут крышка осталась. Крюшечку мне. Так, это просто. Это просто. Это просто. Это просто. Это просто. Давай смотрим. Тут есть. Снег, уйди, пожалуйста. Не, ну это не снег, это какой-то просто кошмар. Джакобс. Джакобс. Джакобс вот такой вот. Биндо. Это что-то непонятное. Это что-то для чая или что-то? Еще один ягод сливок. А, это сиропы. Попалады. Это сиропы шикарный, ореховый. Вот это уже кофе. У меня на целый год хватит. Карамель. Вот такое кофе. Вот такое кофе. Еще такое же. Потом два вот таких вот. Черт побери. Вот это мы уже. О, вот такое вот я уже пробовала. Вкусное. Форза тоже должно быть. Профессивная серия для парев. А вот это вот. Это Коттенюк Винея. Смотрите, а вот это вот такие вот топпинги. Разные вкусы. Дай посмотрю. Обалдеть. 25 миллилитров сиропа плюс 150 миллилитров теплого молока и 40 миллилитров кофе эспрессо. И будет латте мачато. Мока кофе и рис кофе. Тут все, даже рецепты есть. Сироп. Бог ты мой. А че, мне и спасибо. Это вообще круто. Круто. Я просто в шоке. Класс. Я, кстати, вот такого еще ни разу не пробовала. Ну, наверное, только в кофейниках такое наливают. Я даже в кофейниках, да, в кофейниках такое наливают, но я даже в кофейниках не пробовала. Классно. Ну что, надо пробовать. Что ты будешь? Я уже выпила кофе. Уже выпила кофе. Я тогда попробую чуть-чуть попозже, потому что я на самом деле тут, да, еще кофе пью. Вот так вот. Слушай, ну тут уже просто. Кира, тут уже просто. Я так и знала, что вы упадете. Я так и знала, что снег обязательно вас перевернет. Но это нереально классно. Тут просто очуметь, очуметь. Я сейчас, наверное, возьму каждого по этому открою. И положу в свою баночку с кофе, чтобы здесь разные вкусы были. Наверное, вот это открою. Это у нас уже открыто. Якобс можно открыть. Это у нас уже есть. Что тут у нас еще нету. Вот такое нету. Это мы спрячем. Вот такое нету. Такое нету. И вот такое нету. Вот тут все по две. Вот тут все по две. И такое нету. А это все можно спрятать. Я, конечно, не знаю, все ли оно туда поместится. Но, в общем, сейчас будем пробовать. Вот это вот суперкрепкое. Это вообще просто именно, знаешь, как такое крепкое-крепкое кофе. Тут, видишь, вот есть значение. Одиннадцатый номер. Это у нас, не знаю, тут даже без... Это семерочка. Это восьмерочка. Девяточка. И вот это вот без опознавательных знаков. Колумбия какая-то. И это восьмерочка, девяточка. Короче, классно, да? Спасибо огромное. Давай теперь добавим сейчас кофе какой-то этот. Какой-то сиропчик хочешь добавить? Ну, давай. У меня тут, правда, кофе чуть-чуть осталось. Ну, давай попробуем. Тут, кстати, уже и молоко есть, и все есть, только сиропа нет. Давай попробуем. Сейчас его открыть надо. Опа. Надо аккуратненько сейчас его тоже красивенько выставить. Полностью доставай с коробочки. Ты знаешь же, что я коробочки не люблю. Так, первое это шоколадный. Шоколадный. Ореховый. Какой-то, не знаю. Лесовый горих. Это не знаю. Ой, это какой-то с ликером. Ирландский ликер. Ничего себе, ничего себе. Это ваниль. А это карамель. Карамель. О, давай мне с карамелью. Я бы, конечно, выпила с ирландским ликером, но давай с карамелью. Хочу с карамелью попробовать. Оно с алкогольной? Нет, просто вкус, наверное, такой. Я не думаю, что здесь алкогольное что-то должно быть. Не должно быть ничего алкогольного. Так. И так, немножечко, потому что у меня там совсем чуть-чуть. Да, я думаю, что нормально. Теперь давай помешаем. Ну как? Я беру карамель. Я беру карамель? Так. Боже, сразу же другой вкус. Это божественно. Пробуй. Реально, это божественно. Это очень вкусно. Такой привкус карамельки. Очень вкусно. Скажи. Классно. Так, дай мне чипсинку. Да. Я себе возьму несколько. Вот так вот. Собольше бери. Ну, мне хватит. Идите кушайте. Вот настроение поднялось. Это очень вкусно. Господи, это божественно. Реально божественно вкусно. Теперь я хочу поперекладывать кофе. Так, ну, короче, я потом красиво выставлю. У меня шкафчик. А теперь, наверное, надо поперекладывать кофе. Так, здесь шестерочка уже есть. Давайте вот это еще попробуем туда положить. Красиво. Тут же у нас написано, где какое кофе. Да, написано. Так, это есть. Теперь возьмем вот это Колумбия. Надо будет придумать себе какую-то подставку для кофе. Чтобы можно было так выбирать красивенько. Перемешаем. И сюда еще одна поместится. Давайте, наверное, вот это Форза. Остальное я буду потом добавлять по мере... По мере того, как мы будем его есть. Пить, вернее. Пить, девяточка. Слушайте, ну, с этим... С ликером это просто божественно получается. Реально просто божественно. И вот так вот у меня будет баночка для кофе. И куча ликерчика. И вот так вот оно будет стоять. Здесь будут ликерчики стоять. Там будет кофе стоять. Ну, и здесь у меня чаек и кофеек. А также я сегодня буду делать, ребята, вот эту вот лапшу. Попробую терияки в окна. Для нее мне нужно разморозить курочку. Потом я как бы полиция купила и в морозилку поставила. Курочку разморозить. Я не знаю, какого времени она разморозится. Сейчас я ее водой немножко залью. И разморозится, наверное, быстрее. Боже. Насколько это получается другой вкус с ликером? Реально вообще другой вкус получается с ликером. Водичку тоже нужно разложить. Я хочу сейчас, знаете, что сделать? Да, Кирюша, кидай мне, пожалуйста, карты. Кира тут делает уроки. А Сережа ей мешает. Стол? Да. Не, не надо. А тебе планшет нужен, да? Погадать. А тебе нужно... А я хотела потом посмотреть все значения. Ну ладно, Сережа мне поможет. У него телефон есть. Тебе не надо ничего уметь. Так, я просто-напросто сейчас гадаю на день. А мне потом погадают? Я не умею гадать. Я чисто на одну карту. Так, у меня выпала карта Жезл-1. Серега, где твой телефон? Какой чок порой? Ну, легче ты книгу имешь. А? Не легче книгу иметь. В интернете я не помню. А, ну давай книгу. Жезл-1 вот такая вот-вот. А мне выпадет? Нельзя трогать карты. А мне ее выпадет. Сейчас посмотрим, что тебе выпадет. Смотри, первое там дурак и все остальное. Потом там начнутся... Тут же надо найти этот Жезл. У тебя с номером? Да. Смотри, там дальше идет, смотри. Вот это вот-то-то-то-то-то-то-то-то, козероги, вот это вот все. Потом идут вот, двойки. А, вот. Малые арканы. И вот тут вот ищи полный рамп. Двойка чаш, а на ней нужен Жезл-1. Туз Жезлов символизирует зарождение или возникновение идеи какого-либо предприятия, честолюбивого замысла, желания или целей. Его можно истолковать как начало развития некой ситуации, когда вопрошающий кипит, естественным в таких случаях энтузиазмом преисполнен инициативы, энергии и отваги. Кто-то что-то понял? Я не. Все, погадайте мне. Я понял, что вы все поняли, те, я погадайте. Скажите мне это на нормальном языке. Творение, создание, изобретательность, предприимчивость. Ну, короче, что-то, наверное, связано с работой, но совершенно не то, что я себе загадала. Так, а что, это нормально? Теперь Сережа. Сейчас возьму такую карту, там тупо будут, не знаю, кучу дам. Сейчас проверим. Так, левой рукой на себя. И загадывай желание. Левой рукой на себя. А что загадывать? Любовь что-то загадывать? Ну, что ты хочешь, я не знаю. Просто да или нет, он тебе сейчас скажет. Серега. Все, 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 все. Вот это, вот оно, вот оно, вот оно. Нет, нет, вот оно, вот оно. А мне важно смотреть. Ну, да. Сердечко. Мечи, перевернутая тройка. Сейчас посмотрим, что Сережа говорит. Перевернутая тройка. Перевернутая. Остается карта разрыва. Несколько теряя, впрочем, степень интенсивности. Разрыв, тем не менее, остается разрывом. Толкование во многом сходно с первым положением карты. Часто страдания человека не столь суровы, либо в силу того, что данная ситуация уже имела место в прошлом. Например, неоднократно случившиеся прежде ссоры и примирения. Либо разрыв или хирургическая операция не столь тяжкие. Что ты загадал, интересно? Скажу, я не скажу. Можешь не ругаться? А Ма сказал? Да. Простите. Короче. Ну, я загадал такое, потом Кире расскажу, а мне расскажу. Ну, вот все. Так а что эта карта мне дает? Что она значит? Я же тебе только что прочитала. А это в нормальном языке? Ну что, карта разрыва. И что, типа, это означает? Ну, что-то будет у тебя не так, как ты запланировал. В желании своем? Ну, да. О, так я знаю, что это. Ладно, все, я помню. Получится у него с пробиркой решить вопрос. Скажи, для чего тебе нужна пробирка? Это не важно. Не важно? Мотору сюрприз делать. О, моторчику сюрприз. Моторчику будет просто шикарный сюрприз сегодня-завтра. А у нас до сих пор тревога. Представляете, до сих пор. А вот Сережина пробирка, которую он попросил, говорит, мне нужна для чего-то. В общем, я ему дала целую баночку с пипеточкой. Так что, мне нужно сходить в магазин, купить стирального порошка. У меня вообще нету стирального порошка. И давайте сейчас посмотрим, что у нас есть в этом удоне. Потому что курочка моя будет, наверное, еще долго размораживаться. Но интересно, что же у нас в этой коробочке. Вот это тут всего. Это у нас соевый соус идет в комплекте. Сейчас сколько соевого соуса. Снег, отойди, пожалуйста. Здесь у нас идет соус терияки. Я первый раз попробую сделать. У меня на самом деле и соевый соус есть, и соус терияки есть. Потом здесь вот такие вот специи. Овощи. Овощи. Это тоже овощи. Дальше у нас идет перец черный. Отойди. Потом это у нас кунжут. Кунжут, кунжут, кунжут. Это у нас опять еще овощи. И сама лапша. И вот на порции. Одна порция, две порции, три, четыре. Очень круто, что даже уже на порции поделено. Я так предполагаю, что здесь лапша варится. Потом туда добавляются овощи, черный перец, соус терияки. Также туда добавляется соевый соус. И в это во все я еще нарежу курочку. И курочку сушу. И потом это все смешаю. И на самом деле очень прикольный набор получился. Я надеюсь, он будет вкусный, когда я его приготовлю. По крайней мере, все уже в комплекте. И это очень удобно. Раз, два, приготовил. И теперь не нужно ничего вот этого искать. И достаточно много всего. И на несколько раз хватит. И цена, в принципе, тоже достаточно хорошая. По-моему, это стоило у меня 125 гривен. И вам на четыре порции, пожалуйста, готова еда. Кто такое любит? А вот и способ приготовления. На сковородке разогреть масло. Потом высыпать овощи. Добавить воду. Все перемешать и тушить на слабом огне. Пока не выпарится вся вода. В украину кастрюлю налытый укроп. Укропу так и сварить лапшину четыре хвилины. После взлитой воды додать лапшину в сковородку. Та-та-та-ра-та-та-та. И все это готовенько. Я не знаю, как одеваться. Кира, на улице холодно. Все. Короче, буду сегодня готовить вот такую вот красоту. А этот ходит, бродит, не знаю, что хочет. Уже пять раз поел. И все равно он что-то хочет вокруг да около. Слушай, ты много ешь, ты посмотри на себя. У тебя уже свисает. Все свисает, ты. Зверь. И туда-сюда, и туда-сюда, и туда-сюда. Я решила поубирать, где я уже убирала. Ну, это кошмар какой-то. Ну, ты что нашла, ностальгия. Ну, да, твоя кофточка. Я хочу это одеть. Хожу. Зачем ты его сейчас одеваешь? Не знаю, ностальгия. Как-никак. Ностальгия, как-никак. Кто видел Киру в этой кофте, когда была ностальгия, напишите в комментариях или поставьте лайк. Но на самом деле, ты знаешь, мне кажется, в ней даже ходить можно. Прикольно, да? Знаешь, в прошлый раз, когда я одевала, я была как-то пополнее, мне кажется. Ты похудела очень сильно, но я тоже очень сильно похудела. Я не похудела, у меня... Посмотри. У меня вот так вот все пошло. Так, Кира, ну что ты сделала? Давай, может, здесь что-то решим. Посмотри. Похудела, я же тебе говорю. Я не похудела, у меня просто стала красивая Таня. Конечно. Давай, опускайся. Опускайся. И делай мне... Кира, я тебе сказала, там ничего не надо выбрасывать. Там регланы, которые ты носишь, и я ношу. Если я в таком на улицу пойду, я умру... Иди. Нет, не умрешь. Чего ты решила, что ты умрешь? Ну, типа, что холодно. Ну, холодно может, сегодня прохладно на улице. Ну, понятно, ну, ладно. Я вот тут вот стала. И вот тут стало меньше намного. Кто полюбил меня в этой кофте себе последний лаз? Да, вы молодцы. Вы просто ностальгия. Это худи, я не ношу. Это мое худи. Это не твое худи. А, это твое. Оставь его. А что ты его не носишь? Оставь его. Будешь носить. Хорошие худи. Ну, ладно. Там все худи хорошие. И все мы носим. Я уже тут повыбрасывала все, что мы не носим. А, вот это нет. Давай, это можно уже передать. Давай, я его. А чего? Может быть, ты будешь его носить? Куда? Не знаю. Оно очень классно. Да, смотри. Кстати, дома можно как место пижамы одевать. Очень прикольно. Да, и поднес шелку. Да, и круто будет. А у нас что? Отбой? Ну, хорошо. Да. Пижамы одеваются. Отбой, тревоги. Слава богу, можно идти в магазин. Что я собрала сделать? Собла себе вот это. Блин, вот это худи, конечно, крутое. Она теплая. Потому что у меня серая подрела. Но в первый же день, как я его одела, на меня вдобина встала. Теперь тут пятно. Ну, его надо, значит, постирать до места себе, какие серёжкиные вещи стирать. Не сейчас. Положи сейчас его. Я сейчас не буду стирать. У меня нету стирального порошка. У меня нету места, куда это всё вешать. Сейчас вещи там серого заняли весь балкон. Поэтому пока сложи в отделении. Я буду помнить, что его нужно постирать. Это твоё худи с этими, как его. Его тоже можешь оставить дома ходить вместо пижамы. С дневников вампира. Очень прикольно. Оставляй. Так. Вот это вот я редко носу, только как на спидку. Тоже назад. У меня просто сзади лежат самые крутые. Николай на фигню. Нет. Что ещё? Потом. Это чёрная. С Рикки Морс. Это с танцев кофта. С Рикки Морс. Ты же его носишь. Дальше. Это... Это точно такая же кофточка. Это, да, коротенькая. Оставляй её. Периодически ты его носишь. Я его периодически ношу. Так что нормально. Что ещё? Вот это моё. А вот это в стерку надо. Это давай. Я не знаю, чё. Боже, как мне повезло с батей. У меня с ним один размер. Просто он постоянно такое ховно носит. Он в основном мои шматки берёт. Вот. А так вообще один размер. Вам надо тут... Это я не ношу. Это я ношу. Это не трогай. Это положи. Боже, бедовая. Пацанов всё просто. Даже что они одинаковые. Да. Мы носим. С Кирой тоже одинаково всё носим. У меня у нас с батей, короче, так получалось, что один из носков потеряется, окажется у бати, а один окажется у меня. Но при этом, типа, ну потом ночью он говорит, не, это мой носок, ты мне его вернёшь. Он говорит, что это его носок. В итоге что делаем мы? Мы ложим, а кто переверёт, того носки. Это тоже в стирку? А это вообще твоё хути. Ну так да. А я его вообще не ношу, потому что оно... Так оно всё лежит у нас в одном отделении, Кира. Просто всё в одном отделении. Пусть это лежит. А это откуда взялась? Это футболка. Откуда я знаю, от чего она там взялась? Ты же, наверное, её туда положила. Да я просто вещи кидаю где-то в полку. Ты что, конечно, в этой футболке была, ты бедова? А, да. А, точно, да, ты же её только шуфняла. Это тоже в стирку, да? Боже, тюбик. Ну вот, а ты говоришь, нету. А это что за худи? А, это длинная такая, она. Длиннющая такая, длинная-длинная. Запихнула, да? Вот я его хочу одеть. Ясно. Это одевает. Вот. Это ты носишь периодически? Да. Это что? А я не знаю, что это. Это моё, по-моему, тоже. Нет, это моё худи. А, всё, да. Может, я его тоже седаю. А это мокрое или это сухое? Мокрое, конечно. Да, это сухое, мне кажется. Просто холодное. Да, я это худи вообще не ношу, но оно на самом деле прикольное. Оно классное, оно... Ста лежит в конце. И что ты его взяла? Ну, я в одену, а это я положу. В нём я и так всегда хожу, это моя любимая. Так, и одна осталась трёхглазый кот. Всё, слава богу. Трёхглазый кот, это вообще... Это своди, бросишь в стирку сама. Поняла. А Серёжа сушит. Видите, как сушит? Бедный ребёнок, да, хочет пойти погулять, а не может. Потому что всё, представляете, всё полностью на балконе. Выходи отсюда. Нет, вообще выходи. Посмотрела только что кино, восставший из ада последнюю часть. Прикольный. А Кирочка мне принесла шаурмишку, а себе, зайка? А если бы не купляла? Я поняла, спасибо. Я просто что-то так захотела шаурму, прям не могу. Мясо у меня ещё не разморозилось. Да вот это вот позвонила Киря, говорю, хочешь шаурму? Если хочешь, купи мне и себе. Она мне купила, а тебе нет. Так что я немножко позавтракаю, вернее, пообедаю. Съела я шаурму, и мне так захотелось спать жутко. Я понимаю, что спать нельзя, потому что уже 5 часов вечера. А я так хочу, прям не могу. Ещё надо готовить. Но самое интересное во всей этой истории, что я не хочу готовить. Знаете почему? Потому что я не голодная. Когда голодная, ты готовишь, и тебе хочется. Когда не голодная, ты не можешь на еду смотреть. Вот это вот я думаю, что мне делать-то сейчас? Совсем не хочу готовить, но надо. Думаю, может, подождать чуть-чуть попозже, когда уже перед самым подачей начать готовить. Ну что, тут на самом деле очень быстро. Тут 15 минут, и еда полностью готова. Даже с той же курицей, которую я буду тушить, она тоже очень быстро приготовится. Я, наверное, буду уже готовить вечером, когда мы всё будем собираться в часик ко всеми. Так как я покушала, Кира покушала, все поели. Никто не голодный. Так, а что там моя курочка? Ну да, курочка уже разморозилась. А здесь можно убрать полотенце, потому что я сушила Серёгины вещи, чтобы он смог выйти на улицу хотя бы в чём-то. Так как он же всё постирал, просто всё постирал, потому что дома у них света нет. И он такой пришёл мне здесь, ту-ду-ду-ду, и я ему ту-ду-ду-ду, и готова. Ой, молодец! Я не знаю, получилась ли у меня лапша у дом, именно по-азиатски, но я сделала всё как нужно. Почему я добавила курицу? Потому что я всегда, когда покупаю себе лапшу, я её покупаю или с креветками, или с курицей. На самом деле креветок у меня нету, есть только курица. Поэтому я вот так вот всё приготовила, и надеюсь, что оно получится очень вкусненько. А, ребята, кого пригласить на ужин, пишите в комментариях. Всех накормлю. И это, ребята, получилось у меня вот здесь, вот две порции всего лишь. Я ещё оставила на одну порцию. Я думаю, что здесь хватит не только на две, а на все три-четыре. В любом случае, надеюсь, что получилось вкусно. Вечером с Кирой попробуем, а сейчас мне пора идти гулять с вот этими вот собаками. Да, гулять? Потому что в который час? Потому что, потому что. Восемнадцать-девятнадцать. Ещё надо пооткрывать окна везде. Так как я здесь снова наготовила. И можно рисовать сердечки. Сердечки. Видите как? Фух, всё. Свежесть. Окурчила буковки, включила пылесос. А тут чего-то уже Кира идёт. Что случилось? О, мост пели. Доброго дня. Наверное, в кабинет, да? Фарша, она переодевается, а я думала, что ты опять переодеваешься. Она сегодня переодевается уже тридцатый раз. Теперь мне холодно стало. У тебя ключи есть? Ключи? Да. Дай себе. Я ушла. Она сегодня переодевается уже по тридцатому разу. Отвернешься? Нет. А что я должна отвернуться? Что? Слушай, я хочу переодеться. Всё, я ухожу. Кира, я не буду тебя ждать. Ладно, иди. Найдёшь ключи самостоятельные. Где-то они у тебя должны быть. Выходила гулять с собаками и взяла собакам новый лежак. Вот такой вот красивый. Хочу поменять вот этот вот порванный. Да! Боже, подождите. Хоть у него и миски. Тера, ну ты уже залезла. Это не для тебя, это для Доби. Вот этот вот хочу выкинуть. Боже, посмотрите, Доби у меня всё погрыз. Вот такой вот красивый сюда поставить. О, смотрите, как клёво получилось. Что? Этот на балкон я положу. Даже не буду его. Не, его надо выкинуть. Он совсем страшненький. Иди вот на новый, иди сюда. Иди на новый лежачок, смотри. А, ложись. Ложись сюда. Ой, какой красивый у тебя лежак, да? Ну всё, теперь у каждого свой. Там же Анти спит. Там, кстати, Тера. Этот будет маленький для Доби или для снега. Но он низкий, видите. Я хотела вот такой вот с высоким бортом. Этот с низеньким бортом. Но чем он классный? Тем, что он анти-когоч. И легко шерсть убирается с него. Всё, всё, всё. Красиво. Теперь кушать пошли? Видите. Уже на нём... Подожди, дай, заберу. Так, и эту красоту мы выбрасываем. Всё, я переоделась в тёплую пижаму. В тёплые тапочки. Потому что я здесь всё пооткрывала. И здесь у меня теперь в квартире такой дубак. Как будто зима. Прям вот настоящая лютая зима. Очень холодно, но зато свежо. Терафу. Ну и, конечно же, ребята, я не забываю передавать вам приветики. Несад, Настя Коленовская, Кеткс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ринс, Александра Бутлер, Арабичка, Прохор Сер, Вероника, Лара Тайбер, Сабинка, и мукбанги би или ди, я уже не помню, что я тут написала. А также, ребятушки, всем-всем-всем огромное спасибо за поддержку, которую я сегодня получила в комментариях. Очень много комментариев позитивных, очень много комментариев с тем, что вы за нас переживаете, что вообще переживают за Украину. Благодарю, огромное спасибо всем. Всем, кто пишет гневные комментарии такие, типа, что так вам и надо, чтобы вы сдохли. Я все вам передаю обратно. Вот, что бы вы ни говорили, весь негатив принимайте обратно. Весь позитив — это наше общее достижение, и мы, как это говорится, сила, и у нас все будет отлично, потому что по-другому быть не может. Всем, темочки, всем, лавушки, и всем на сегодня скажу уже, наверное, чалушки, какаушки, буду ждать Кирюшу и кормить ее вкусной лапшой удон, если, конечно, ей понравится. Потому что она хотела пойти купить шаурму, но я говорю, Кир, я приготовила вкусную лапшу, куда ты идешь за шаурмой? Она, мама, ну ты же ела? Я говорю, ну я ела, когда был обед, и когда не было лапши, говорю, а сейчас уже все есть. Ну, как хочешь, говорю, можешь идти купить, можешь не покупать. Она такая, ладно, не пойду покупать. Так что ждем Кирюху, всех люблю, всем, всех целую, и всем пока-пока-пока.